Два дня виртуальной выставки в жизни многих людей станут судьбоносными. В хорошем смысле. В том смысле, что они станут поворотной точкой отчета в их дальнейшей жизни. Мы все мечтаем о совершенно другом уровне свободы. И это именно то, что дает британское образование. Вы можете общаться с людьми из разных стран, потому что вы свободно говорите по-английски. Вы можете выбирать место жительства, страну, откуда вы будете вести свой бизнес. Вы можете обладать навыками и знаниями, которые необходимы прямо сейчас для нашей жизни. Это возможность использовать международную сеть контактов, международную инфраструктуру. Вы становитесь частью культуры, которая является одной из самых развитых в мире, самых влиятельных. И находитесь в месте, где есть концентрация, наверное, самая большая концентрация успешных людей, состоятельных людей. И есть очень много моделей, которые можно брать и внедрять, где бы вы ни находились в своей жизни. А начинается все очень обыденно. Попался на глаза каталог бизнес-линка школ или университета в Великобритании. Или пообщался с кем-то, кто уже учился в Англии и только что приехал. Или послушал семинары британских школ. Или посетил виртуальную выставку. Оказалось, что виртуальная выставка – это не замена на время карантина. Виртуальная выставка – это лучше, чем обычная выставка. Вы можете участвовать всей семьей, не выходя из дома. Подключиться с любого девайса – с телефона, с компьютера, с ноутбука, айпэда. Записаться на интервью и пройти собеседование тут же с представителями приемной комиссии университета или школы. Подать одновременно документы в несколько учебных заведений. Добавить британских представителей в друзья в социальных сетях тут же. И все это за чашкой кофе, комфортной обстановке. Спокойно просмотреть видеозаписи, вебинары. Черчилля спросили во время Второй мировой войны, не стоит ли нам урезать расходы на культуру. На что Черчилль ответил – если так, то за что мы тогда воюем? И сейчас мы спрашиваем себя, если не заботятся об образовании, то зачем тогда карантин? Да, многие отказываются от своей мечты, смиряются с суровой действительностью, но это неправильно. Это просто потому, что, возможно, в какой-то момент вам не помогли, не подсказали, как превратить мечту в план, план в действие, а действие в совершенно новое качество жизни. Вот почему нужно идти на выставку. Нужно общаться с экспертами, нужно общаться с британцами, с представителями школ и университетов. Нужно находить и формировать группу поддержки, находить единомышленников. И на самом деле это совсем не сложно. И это фан. И это первый шаг к воплощению вашей самой смелой мечты.